Будет ли в Ноябрьске новая поликлиника? Предложение о строительстве нового здания озвучил главный врач ЦГБ Игорь Жуков. Глава администрации Жанна Белотская эту идею поддержала. Более того, муниципалитет обратился в округ за поддержкой. И сегодня в ходе рабочего визита депутат законодательного собрания Людмила Иванова посетила здание городской больницы и убедилась лично в том, что новая поликлиника городу необходима. Подробности у Ксении Епишевой. Едва Людмила Иванова переступила порог центральной городской больницы, ее сразу же окружили пациенты. Жалоб на очереди, которые в такое время года, по словам медиков, довольно велики, все-таки период обострений, плавно перешли к тому, что здание больницы для Ноябрьска уже не по размеру, тесновато. Оно в принципе и понятно. Строилось здание в далеком 84-м, тогда в городе насчитывалось всего 35 тысяч населения. Это сегодня мало народу, а когда у каждой двери по 5 человек, у нас дышать нечем. Экскурсия по кабинетам больницы депутата ЗАГС Собрания в восторг не привела, что в принципе и неудивительно. Некоторые кабинеты ЦГБ и правда малы, здесь трудно даже двоим развернуться. Хотя малогабаритные кабинеты, по словам депутата, далеко не единственная проблема, которую необходимо решать. Ведь в первую очередь в уже имеющемся здании надо разобраться с вентиляцией. Она, по словам Людмилы Ивановой, да и по жалобам пациентов, работает плохо. То есть в необходимости строительства в Ноябрьске новой поликлиники депутат законодательного собрания теперь, не сомневается. Та поликлиника, которая построена в 1984 году на жителей 35 тысяч, она совершенно не соответствует тем форматам, которые сейчас находятся наши жители. 108 тысяч населения, не считая еще и вахтовиков. Конечно, стараются что-то сделать для того, чтобы преодолеть и рассеять очереди. Но в таких помещениях, как здесь микроскопических, это просто-напросто невозможно. Они не соответствуют стандартам. Вопрос только в том, сколько времени пройдет, прежде чем задумка превратится в жизнь. И явно это дело не пара недель и даже не пара лет. Отродно одно. Дело с мертвой точки сдвинулось. Ксения Епишева, Виталий Харченко. Новости нашего города.